Во все времена люди стремились к прекрасному и хотели быть ближе к природе. Поэтому ещё в пятом веке они начали украшать своё жильё цветами и дарить друг другу букеты. И сейчас, в наши дни, подарить цветы – значит выразить человеку свои искренние чувства – любовь, почтение, уважение. Создать отличное настроение только при помощи цветов – работа флориста. В их руках обычные веточки, листики и цветочки превращаются в интереснейшие композиции. Работа флориста востребована, и многие девушки мечтают стать цветочной феей. Но эта профессия требует постоянного вдохновения и обучения. Мы читаем журналы, книги, смотрим в интернете, как создаются букеты, мастер-классы разные смотрим, следим за модными новинками, создаём букеты сами. В цветочном мире мастерам приходится не только учиться, но и проявлять трудолюбие. В магазине они ухаживают как за срезанными цветами, так и за цветами в горшках. Все растения требуют тщательного и внимательного ухода. Их нельзя оставлять без присмотра даже на короткое время. И каждый цветок имеет свой характер, и при создании букета это необходимо учитывать. Может показаться, что делать букеты совсем несложно. Но в самом деле флорист должен знать сорта растений, их особенности, пользоваться инструментами, уметь правильно держать и обрезать цветы, видеть сочетание цветов, как составлять букеты, композиции. Современная флористика не просто профессия, связанная с цветами. Это настоящее искусство, которое профессионалы вкладывают как в свои знания, так и частичку своей души. Мне нравится создавать букеты. Это очень интересно, красиво. Быть флористом непросто, но можно. Важно любить всё прекрасное и уметь получать удовольствие от результатов своего труда. Велита Ефименко, Андрей Прохоренко, Александр Ерофеев, Десна ТВ.